Всем привет! Небольшой инбоксинг. Первое, это вот такой вот нож, это Mora номер 2. Что меня сразу поразило, то что ножны такие вообще страшненькие, с какими-то наплывами пластикой. Их я уже всех срезал. Также меня удивило то, что нож очень лёгкий. В ножнах 84 грамма, без ножен 70 грамм. Клинок тут большой, здоровый, удобно держать такую рукоятку, бочку. Это просто крашеная береза вроде бы. И ещё я увидел, что тут очень такие крупные щели, но клинок не болтается, и то счастье. Крупные щели, наверное, стоит сюда эпоксидки налить или что-то такое, чтобы это всё закрыть. Это я помню делал на каком-то из ножей, когда были вот такие щели большие. Заливал туда эпоксидку, только не могу вспомнить, что это был за нож. А, это был лошкорез, вот. Лошкорез Mora я заливал тоже вот сюда вот эпоксидку, чтобы никакой сорт туда не проникал. Клинок из углеродки, естественно, он только, ну, первое время он такой красивый, блестящий. Потом сразу же он покрывается патиной и становится такой чёрный. Ну, только по спускам, если вы будете точить, он будет блестящий. Так что это только так временно. Нож, я как раз нарыл несколько фоточек, и там предпочитают люди у этого ножа обрезать гарду. Далее, хвостовик тут не до конца доходит, где-то вот до суда. Насколько я видел на картинках, можно просверлить отверстие для темлячка. Можно шкурить эту рукоять, она сейчас такая довольно скользкая, я думаю, в жирной руке вообще будет очень скользкая. Она покрыта краской. Можно сделать какие-то насечки надфилем, там, напильником, вот здесь вот рашпилем так выпилить. Ещё я видел модификации, когда натягивает кусок велокамеры вот сюда вот, чтобы как бы усилить хват. Ну, это всё так. Решение интересное. Ножны тоже можно сшить, наверное, кожаные. Вот эти хорошие, такие компактные, нож любой стороной вставляется. Можно, наверное, сделать какие-то ножны самостоятельные. Но ножны пластиковые, пластиковые, дешёвые ножны сразу так, отберёшь их и сразу это отпугивает, вот ножа. Ну, нож мне вышел в 400 с небольшим рублей с этими ножнами. Купил в обычном магазине, просто у себя в городе, в сплаве. Так, посылочка из Китая, что-то здесь приехало интересное. На посылке написано, что это кемпинг-тул. Не далее, как вчера в магазине сплав, я его щупал. И вот сегодня он мне приехал. Нож с зелёными накладками, клинок идеально по центру, кнопочка. Класс. Люфтец есть, какой-то мини-мини-минимальный. То есть, оп, на кнопку нажимаем, вон там вот замок. Взял, чисто посмотреть, потестировать, потому что уж очень много хвалебных отзывов о нём. Посмотрим, так ли это. А посмотрите, для начала, на подвод. С этой стороны такой. С этой стороны такой, вообще жёсткий какой-то подвод на вид. Ну-ка. Ну, сведение вроде не в миллиметр. Не толстенное. Сталь здесь 440-440C. Модель называется GENZO G7211GR. GR, ну, значит, green. То есть, тут зелёные накладки, наиболее симпатичный вариант. Ну, проверим, что это за нож. За что хвалят. Взял чисто для теста, посмотреть, что это, поиграться. Вдруг он не так хорош, как все обзорщики нахваливают. Коробка, как видите, помятая. Вот модель. Чайно. ГАНЗО ТУЛС. Что ещё внутри? Никаких чехлов нету, естественно. Просто сам нож. И заводская заточка. Стоит, наверное, продемонстрировать, как нож режет с заводской заточкой. Ну, вид этих подводов меня, конечно, шокировал. Вроде я в магазине вчера видел нож с более красивыми подводами. Так, медленным протягом. Ну, я бы сказал, заточка хорошая. Медленным протягом. Нож режет. Всё нормально. Ну, что, заводская заточка приличная, но вид этих подводов, конечно, такой же жёсткий. Вот что с этой стороны, что с этой. Они ещё разной толщины, ну, разной ширины. Здесь помельче, здесь побольше. Ну, ладно, это не так уж и важно. Как клипса. Клипс такая мягкая, кстати. Хорошо должна садиться на карман. Глубокая посадка. Отверстие. Как я люблю. Отверстие для темляка. В данном случае оно бесполезное. Потому что на карман вы будете нож сажать вот так. Да, то есть вот так. И отверстие, ну, темляк будет бесполезен. Если бы клипса была с этой стороны, то темляк был бы полезен, вы за темляк нож из кармана доставали. А так, зачем отверстие для темляка? Фиг знает. Если только маленькую декоративную, какую-нибудь финтифлюшечку повесить, тогда пойдёт. А так, зачем вообще нужен темляк на ноже, да? То есть, например, держать его за темляк и вот так вот рубить. Или там на руку надеть, чтобы он лучше сидел в руке и там силовую работу. Или для того, чтобы из кармана было удобно доставать, когда он вот так вот сидит в кармане, вот за темлячок так потащили и всё. Но этот нож не для силовой работы. Им нельзя что-то рубить. У него клипса с этой стороны. Поэтому можно было вообще не делать это отверстие для темляка. Так, кончик. Вижу кончик как-то не совсем симметричен. Смотрите, с этой стороны и с этой стороны. Ну, такой вот ножичек. Потестирую там пару месяцев и сниму какие-то выводы о нём. Ну, пока что так нравится. Симпатичная игрушка. Крин по центру. Люфтец минимальный. Так, посылка из Китая. Паубанк приходит вот в такой коробочке. Так, где здесь обознавательные знаки на коробке? Силы тока поддерживаемые. Вольтаж. Так, давайте откроем. В комплекте два провода. С USB на провод питания. Это штекер, насколько я помню, 5.5 мм. 5.5 штекер, самый обыкновенный. Который применяется в куче техники. И здесь 1.5 мм. И здесь 1.5 мм. А это 4 мм. Ну, всё это запаяно. Устройство это без батареек почти ничего не весит. Давайте взвешу. Без батареек вес устройства 163 грамма. Это не так много и кажется, о, пушинка. Но после установки батарей вес будет очень велик. Собрано здесь всё на четырёх саморезах. Саморезы вот такие вот беленькие. Это, скорее всего, потому что они вкручиваются просто в пластик. Ни в какое-то крепление. Четыре саморезика. Подойдёт отвертка с большим шлицом. И вот внутреннее устройство. Шесть аккумуляторов. 18650 сюда устанавливаются. Так, 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 так. И вот как всё здесь выглядит. Сейчас увеличу, чтобы не было эффекта дрожащих рук. Вот и вся схема. Ну, пропаяно более-менее. Не страшно. Всё, ставим аккумуляторы. Я поставил сюда шесть аккумуляторов от старой ноутбучной батареи. Теоретически надо сначала их откалибровать ещё. Но это я потом всё сделаю. Сейчас просто проверяю работоспособность. Здесь у нас некоторые расстояния есть. Что-то забавно. Между всеми есть некоторые расстояния. Они не соприкасаются. Очень мощные пружины. Поэтому теоретически они не должны выпасть там или перекоситься в корпусе этого пауэбанка. Ну, что ж. Вот так вот это всё выглядит дело изнутри. Так, снаружи закручиваю винты и подзаряжу от USB кабеля вот такого. Весит это всё дело 431 грамм вместе с батареями. И вот я сейчас буду заряжать. Вот он сейчас его подзаряжает, например. С помощью вот такого адаптера. Вот идёт зарядка. Выводы по данному устройству месяц спустя или даже больше прошло с распаковки. Размеры здесь значительные. 18,5 см. Вес я уже показал. 18,5 см на 9 см на 2,5 см. Здоровая. Здоровая штукенция. Есть пауэбанки более оптимизированные по месту. То есть там в корпусе меньше места занимает вот эта платка. Кстати, имейте в виду, я вот вроде бы не сказал, что обязательно нужно нажать на кнопочку на плате, когда вы установили аккумулятор. Тут есть такая кнопочка, обязательно на неё нажмите. Если вы этого не сделаете, работать нормально не будет. То есть, когда установили банки, обязательно нажмите кнопочку. Тогда он поймёт, что установлены новые банки туда. Вот эти вот. И будет нормально работать. А потом уже закручивайте, собирайте корпус. Как видите, корпус здесь такой, ну... От отпечатки пальцев на нём хорошо так остаются. Но он приятный на ощупь, такой матовый. Пластик хороший. Мне, в принципе, корпус нравится. Может быть, он излишне великоват. Можно было сделать, конечно, меньше. Также, ещё хочется отметить, что цена у этого устройства довольно высокая. Я его увидел вживую, мне показал Сергей с канала Ольга и Сергей на небольшом труслёте. Он мне показал вживую. Я посмотрел и подумал, ну, в принципе, устройство неплохо. И как бы стоит своих денег. Это не дешёвый пауэрбанк. Это дорогой пауэрбанк. Точнее, корпус и начинка для пауэрбанка. Батарейки-то вы должны отдельно докупить. В общем, не дешёвый. Это тоже надо иметь в виду. Вот это работает функция. То есть, когда она включена, устройство после зарядки. Когда оно зарядится, перестанет принимать заряд. Пауэрбанк отключится. Хорошая функция. Далее. Можно заряжать всякие устройства, которые требуют силу тока больше ампера. То есть, например, моя камера Panasonic требует 1,6 ампера, 5 вольт. И вот такой вот замечательный разъём. К сожалению, идущие в комплекте шнурки не позволяют заряжать устройство с мою камеру. Нужно приобрести ещё отдельно переходничок. То есть, это переходничок отсюда, как бы. Но нужно, чтобы он с двух сторон был. Нужно такой проводок докупить, чтобы заряжать мою камеру отсюда. Когда я ходил в поход в Крым, я заряжал свою камеру. Просто вообще изгалялся. Вытаскивал аккумулятор из этой камеры. Ставил вот в этот зарядник баночку. Вот отдельно. Сюда подключал специальную такую штуку с двумя проводами. Втыкал, как бы, ну, в клеммы аккумулятора от камеры. Вот так вот у меня выглядит походная зарядка для камеры. Потому что камера у меня от USB не заряжается. Поэтому приходится вынимать аккумулятор. К счастью, аккумулятор на 3,7 вольта стандартный. И заряжать обычной зарядкой от литиевых аккумуляторов или от любого пау-банка по USB. Камера Panasonic HTV700, она такая хреновая, она от USB не заряжается. Это надо иметь в виду. И вот здесь вот преимущество в том, что, во-первых, есть, конечно, такой разъем. А во-вторых, то, что я могу заряжать эту самую камеру. Тут 2 ампера выход. И могу заряжать напрямую в гнездо камеры, втыкать зарядку. И заряжать аккумулятор, установленный в камере. А так мне приходилось вытаскивать аккумулятор, заряжать через хитрый такой переходник с огромными потерями, слабым очень током. Тут бы я заряжал гораздо быстрее и гораздо эффективнее. Но, посмотрите на размер. То есть здесь размер и вот здесь размер. Такая хренотень здоровая. У вот этой штуки есть пара преимуществ перед вот этой вот. Первая. Она выдает токи, более высокие токи, то есть 2 ампера. И это, конечно, отлично. Это, конечно, отлично, то, что она выдает 2 ампера. Вот 5,5 вольт, 2 ампера выдают вот эти USB. И можно заряжать вот камеру мою, какие-то фотоаппараты требовательные, планшеты. Также тут есть 2 USB выхода. И вот такой вот выход, про шнурок. В отличие от этой вот Miller ML102, где есть только один USB выход. Это серьезные преимущества. Ну вот из недостатков можно отметить то, что тут, конечно, нет никакой модульности. Вот здесь вот я захочу, возьму с собой одну только банку и вот эту штуку. У меня будет всегда пау-банк легенький, компактный, с одной банкой. Захочу, возьму 10 вот таких вот зеленых банок. И у меня, ну, захочу, возьму 5. И у меня будет аналог вот этого, только более компактный, модульный. Я смогу эти банки вставлять к себе, допустим, в фонарик. Вот я в Крым как ходил, то есть с вот этой штукой и четырьмя банками. Я их мог здесь заряжать, разряжать, заряжать камеру, какие-то устройства свои, мобильники, еще что-то. Плюс такие же аккумуляторы вставляются ко мне в фонарь. То есть это было круто, модульно, удобно. Единственное, что мне неудобно было заряжать камеру. Здесь же, чтобы достать отсюда какие-то аккумуляторы и установить к себе фонарь, допустим, в разряженный, мне нужно было заменить аккумулятор, мне нужно раскручивать корпус. Но это теоретически возможно. Можно там раскрутил камень, мини-тульчиком корпус, вынул оттуда банку, поставил фонарь в чрезвычайной ситуации. Но ведь приходится так таскать с собой и вот эту штуку, в которой установлены банки, плюс еще запасные аккумуляторы к фонарю. В общем, тяжело получается. Однако, если у вас там планшеты, камеры, фотоаппараты требуют именно 2 А, плюс, вы знаете, что одной вот такой банкой в вашем выходе, в поездке, в походе или еще где-то не обойдется, тогда можно взять вот эту вещь. То есть здесь сразу есть эти банки, вы знаете, что вам понадобится запас, там 5 штук таких, то можно брать не вот эту хрень и 5 таких банок, а вот сразу взять такой пауэллбанк. Он удобней, функциональней, 2 выхода, поинтереснее как-то смотрится, чем вот это. Однако, если у вас просто нет устройств, которые требуют высокие токи, у вас какой-то простой мобильник, простая камера, которая от USB без проблем заряжается, то вот это, плюс 5 таких банок, будет гораздо более крутой и универсальный вариант, особенно если у вас фонарь работает именно на таких банках. Ну вот, в принципе, хотел поделиться, взял я себе для тестов эту штуку. В принципе, нормально, да, но вот у меня только камеру, от него я буду заряжать в потенциале. И на день это, конечно, очень большой пауэллбанк. Ну он в хозяйстве также полезен, там вот тот же роутер можно зарядить. Ну не зарядите, а чтобы он работал. Вот тут у меня роутер D-Link DIR300, он запитывается от этого пауэллбанка штатным кабелем, то есть тут стандартный штатный штекер 10 на 5,5, насколько я помню, вот такой вот штекер. В принципе, всем спасибо и до встречи на канале, все ссылки в описании, увидимся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!